ПОДОЛЬСКИЙ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ ПОДОЛЬСКИЙ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ Есть даже картина, выполненная в технике глазурирования под названием «Нотр-Дам». Актуальна. Юлия Конюхова учится в Москве в Строгановской академии. Она работает в различных техниках, но на выставке представлены ее акварельные картины. Здесь есть работа, посвященная Крыму, и я очень люблю путешествовать, ходить в горы. И я постаралась на одной из работ, которая называется «Сосновый воздух. Крым» – передать освещение легкости, свободы, которые ощущаешь в горах. Вот, надеюсь, это получилось. Как и положено молодым людям, практически в каждой работе творческий поиск, желание выразить себя, показать свой, ни на что не похожий мир. Вот такая удивительная картина, которая называется «Икар». Все, что было конкретно с ним, за что он получил этот указ, он летит уже вниз. Посмотрите, где этот молодой человек сегодняшнего времени. То есть этот человек, вернее, сегодняшнего времени. Посмотрите, что у него в «Икар», посмотрите, какие осколки. Сейчас произведения молодых художников находятся в музеях и галереях России и зарубежных стран. Многие из них весьма востребованы как настоящие профессионалы. Эта работа – это как творческая скульптура. Ну, вообще, я, конечно, делаю на заказ тоже различные скульптуры всякие. У нас была встроена в кишколы именно монументальная. То есть именно для памятники, например, украшения зданий, например, скульптурами, рельефами. Ну, и, конечно, делаю скульптуры для интерьера. Выставка «Молодые художники Подмосковья» продлится до 19 мая. Вход свободный. Максим Козлов, Егор Хлябич, Валерия Паце, Сергей Ларин. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова